В городском Доме культуры состоялось традиционное чествование одаренных детей и талантливых педагогов Славянского района по итогам 2016-2017 учебного года «Созвездие талантов». О тех, кто свою юную жизнь посвятил искусству и науке, о первых победах и творческих планах, смотрите в следующем материале выпуска. Главные виновники торжества – школьники, лауреаты и призеры творческих и интеллектуальных конкурсов, победители предметных олимпиад краевого, всероссийского и международного уровней. Они – настоящие маленькие звездочки, прославляющие родной район. Многие из них уже становились героями наших репортажей. К примеру, воспитанница станции юных натуралистов Владислава Барнаш. Девушка стала победительницей краевого конкурса «Эврика». Моя работа называется «Выращивание петуни с применением вермикулита». Я выращиваю петуни на протяжении года, применяя гидрослют, который имеет слоистую структуру, вы его можете увидеть позже. Добилась я прекрасных результатов. У меня выросло 3000 корней петуни, все с применением вермикулита, и достигла стопроцентной всхожести. Результаты научной работы Владиславы были представлены на выставке, которая открылась в фойе городского Дома культуры. С достижениями юных талантов познакомились глава района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко, заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус, представленные на выставке работы были разнообразны по своей тематике. Здесь можно было увидеть машины-роботы, плетение в технике 3D, выращивание перца-гибрида. Свой научно-исследовательский проект «Солнечные батареи. За ними будущее» представил Данил Федоренко, ученик 6 класса лицея номер один, призёр краевого конкурса «Шаг в будущее». «В ходе своей работы я собрал вот такой вот светильник. Днём он накапливает энергию, а ночью отдаёт его. Это можно увидеть, наложив на него руку, когда создаётся, можно так сказать, имитируется в тёмное время суток, и светодиод начинает гореть». Главные виновники торжества – талантливые, увлечённые и целеустремлённые школьники, а также их наставники-учителя, педагоги, которые передают свою мудрость, знания, по маленьким кирпичикам строят будущее детей и, веря в них, раскрывают дарование. С победами и достижениями собравшихся детей, родителей и педагогов поздравил глава Славянского района Роман Семеговский. «Я хочу сказать спасибо всем нашим детям за то, что они нас прославляют, прославляют свою улицу, свою школу, своего учителя, своих родителей. Хочу сказать большое спасибо родителям, потому что благодаря им создаются условия в семье для того, чтобы можно было учиться, можно было развиваться. Хочу сказать спасибо преподавателям, мастерам, наставникам». Одним из самых волнительных моментов праздника стало оглашение имени лучшего педагога-мастера 2017 года. Это почётное звание было присвоено учителю русского языка и литературы лицея номер один Татьяне Гриценко. А учеником года была объявлена Дарья Сокол, учащаяся 11 класса первого лицея. «Это был очень волнительный момент для меня. Я не ожидала. По традиции каждый год не объявляют, конечно, кому приследили звание ученик года. Конечно, меня сейчас переполняют эмоции, но я очень счастлива. Я очень благодарна каждому преподавателю и моим предметным наставникам. Они сделали очень много для того, чтобы сегодня я стояла на этой сцене. И, конечно, мои родители, потому что именно они создали условия для того, чтобы я могла заниматься своими любимыми предметами и достигать успехов». Награды нашли героев. Прозвучали имена ребят, учителей, которые принесли славу нашему району. Победа – это всегда счастье. Сколько будет у этих ребят впереди покоренных вершин, покажет время. Главное – не останавливаться на достигнутом. Ведь впереди – учеба, работа, новые испытания и победы. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».